Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Традиционно обращаюсь к нашим телезрителям. У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы готовы отвечать, дискутировать, конфронтировать, ну или просто слушать. — Да, мы ждем ваших звонков, ваших историй. Я так думаю, что мы одна из немногих передач, для меня это важно, в которой вот такой живой ручеек еще остается. Мы не выходим в записи во вторник. Мы здесь физически, психологически, психически. Вот. И вот в эту нашу действительно сложную сейчас такую эпоху отложенных коммуникаций каких-то, задержанных, мы можем пообщаться с вами непосредственно в тот момент, когда захотим. — Прошлая программа как раз у нас и получилась посвященной ковиду, да? Мы ее назвали даже и снова о ковиде. У нас были звонки, люди спрашивали и о вакцинации, и о том, как жить в этих таких непростых условиях. Сегодня, пока мы ждем звонков и, возможно, тем, предложенных телезрителями, о чем начнем говорить, Алексей? Как у вас прошла эта неделя? Какие-то истории вас, может быть, оставили задетым, заинтересовали? — Ну, во-первых, по поводу того, что прошлая передача у нас была о ковиде, и нам звонили наши зрители и слушатели, я думаю, я несколько раз в мыслях возвращался к этому. Это, видимо, самая популярная, самая ненавистная, самая популярная тема сейчас. Все ждут, наверное, в большинстве, когда она уйдет из, как это сказать, из топа обсуждений, из верхушки обсуждений. Но у него, похоже, какие-то свои планы. Мы, конечно, можем его подвинуть, наверное, да, я имею в виду этот вирус. Мы уже об этом говорили и о прививках, и о вакцинировании, и о соблюдении дистанции, каких-то социальных норм таких, да? Вот. И я надеюсь, мы все дружно это, в общем, делаем. Другого варианта просто нет. А так я думал о, наверное, тех встречах, которые на этой неделе были. И сегодня я хотел поговорить, вот когда мы обсуждали, ну, может быть, новую какую-то, новую тему открыть, да? Да, у нас масса открытых тем, и мы к ним возвращаемся. Я думал о такой одной встрече, которая регулярно происходит на разные вариации, но суть остается одной. Я бы назвал эту тему условно грязными тарелками. Вот. Может быть, это у вас как-то происходит. Я сейчас попробую описать, а вы как-то нас поправите или дополните эту историю. Или, может быть, если вы сейчас озвучите какую-то проблему, кто-то готов поделиться своим опытом в разрешении этой проблемы. Мне очень интересно, да. Алексей, у нас звонок встал. А, угу. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Виктор Михайлович, мы еще не два года. И у нас одна сейчас тема, а не всякие разные. Доказать, в конце концов, нашим бестолковым руководителям, что надо закрыть международные перелеты, вот, откуда привозят всякую гадость, бродяги. Они ранят стариков по домам. Если вы врач, вы должны знать. То есть ли старика, старушку загнать, да вот, через месяц-другой повысится вес, дальше давление, сахар. Ну, вы, наверное, обязаны подойти, или как там, консильм у вас врачебный, доказать Азарову, чтобы вот туда взглянули. Вот, на аэродром на это. Ну, спасибо, Виктор Михайлович, за комментарий. Вы выходите из дома или не получается? Можете поделиться. Я дачник, я дачник. Знаете, и правильно Мишустин сказал. Если у вас есть тача или домик в деревне, уезжайте от этого к тёртвой матери Азарова, и никакой ковид вас там не догонит. И я там нахожусь, я на даче. Но когда обращаемся о перевозках, вы хоть раз кто-нибудь были, как перевозок стариков? Вы имеете в виду, перевозят в общественном транспорте? Что надо, значит, маски надевать, на расстоянии. Вы посмотрите, как перевозят стариков. Как? Вот вы, наверное, должны там прийти, этому Котельникову. Да, он тоже врач. Виктор Михайлович, я могу только надеяться. Ну, во-первых, я уверен, что те люди, о которых вы говорите, по-своему понимают эту ситуацию и тоже стараются поучаствовать, чтобы она максимально быстро разрешилась. Где-то у нас могут быть разногласия и так далее. Я даже не знаю, что ответить. С одной стороны, абсолютно присоединяюсь к этому недовольству Виктора Михайловича. Недовольству о том, что эта штука продолжается. И пожилые люди, это те люди, которые страдают сильнее всего от изоляции, от одиночества. И спасаясь, по сути, от одного, от коронавируса, обостряют другие хронические заболевания. Но мне кажется, что это достаточно очевидно, что здесь нет однозначных каких-то запретительных мер, которые вот сразу решили бы все вопросы. Мне звонок Виктора Михайловича важен именно с такой эмоциональной стороны. Это вот возможность хотя бы эмоционально попробовать это прокричать, озвучить. Я хочу донести до общественности свое мнение, свое переживание, действительно, что для пожилых людей нарастает напряжение в силу вот именно как раз причин, которые касаются людей этого возраста. Это как раз и ограничения в передвижении, и соблюдение масочного режима, и другие ограничения, которые сейчас вынуждено правительство применять. Но здесь есть то, о чем Виктор Михайлович говорил. Я думаю, здесь есть такая классическая, классический расклад сил, что ли, классический поиск, может быть, того, кто виноват или что нужно сделать. То есть страдаем мы, а делать, ну, там, перекрывать границу или прекращать полеты нужно в отношении других людей. То есть, что у него есть уже готовое решение для текущих вопросов, это его, возможно, удивляет, почему, вот, как ему кажется, такое очевидное решение не предпринято, да, не реализовано, и это, возможно, прекратило бы распространение коронавирусной инфекции. Но при этом предыдущие годы были потрачены на установление связей и в бизнесе, да, и между городами. И вот так, наверное, сразу-то оборвать не представляется, возможно. Ну, да, ну, вот я имел в виду еще, что это, я хотел сказать, периодически встречающийся, ну, такой, что ли, подход, то есть для того, чтобы исправилась ситуация, надо изменить где-то там, ну, у них, то есть закрыть где-то там аэропорты, поговорить где-то там с Азаровым. То есть не здесь у нас, здесь мы все сделали, все, что нужно, изолировались, соблюдаем дистанцию, да, а вот кто-то он, ну, и вот это вот опасная, на мой взгляд, идея искать, что вот они там как-то не доделали, Азаров не доделал, Котельников не договорил, не докрутил, кто-то не закрыл аэропорт, и вот, ну, какие-то они. И в итоге, мне кажется, что мы получаем взаимное такое недовольство в отношении друг друга, да, недовольство в отношении противоположной стороне контрагента, наших собеседников. И, в общем, и... Но при этом и у власти, и у каждого жителя города есть своя зона ответственности, да, которую, наверное, в текущей ситуации необходимо соблюдать и быть в этом последовательными. Ну, то есть носить маски обязательно. Глент, я соглашусь, я думаю, что вот такой разговор я сейчас переведу в семью. Мы часто говорим о семьях, они очень хорошо показывают в маленьком срезе, как это взаимодействие происходит. Да, мы делаем, я думаю, и пенсионеры делают то, что, ну, предписано, может быть, то, что понимают, да, Виктор Михайлович делает что-то, да, и Азаров, наверное, делает то, что считает необходимым, да, и Котельников делает. Как в семьях делают, например, муж и жена по поводу какой-то проблемы. Но проблема не решается. Да, секунду. И проблема не решается. То есть мы все делаем как надо, как договорились, а проблема не решается. И тогда вот эта вот злость, а что же еще тогда делать? Да, я все делаю, это, кажется, ты не доделываешь, да. И мы видим, как государственные мужи, сейчас не те, о которых было сказано, да, в ответ к обычным гражданам говорят, это вы не соблюдаете и так далее. Ну, это вот взаимное такое обвинение. Да. Здравствуйте. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. Хорошо. Первый вопрос хочу доктору задать. Да, давайте. Доктор, вы в прошлый раз очень подробно рассказали про инфаркт, а очень мало рассказали про инсульт. Что это реабилитация, и можно ли выйти из этого состояния нормально? Да, спасибо за вопрос. Как вас зовут? Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. А в нашей передаче было про инфаркты? Да, в вашей, в вашей. В нашей, да. Я вот, наверное, как-то запамятовал, что мы говорили об инфаркте. Вот, здесь скорее сильны кардиологи и реабилитологи. Может быть, это была программа, которая тоже выходит на Самар ГИС, «Звоните доктору». Но мы про инфаркт в своей программе, посвященной психологическим вопросам, также говорили, как родственники могут помочь восстановиться человеку после перенесенного вот инфаркта. Как там психологически происходит в реабилитации? Да, но сейчас вопрос об инсульте, и, ну, это нереально большой вопрос. И для одной передачи, и для словесной такой передачи есть масса руководств, потому что последствия инсульта могут быть абсолютно разные. Люди в разных состояниях могут быть, да, как это, разница от того, что человек не выжил после инсульта или серьезно инвалидизировался, там, до первой какой-то группы, да, а на другом конце этого множества человек, который инсульт перенес, но восстановился, ну, там, не знаю, стопроцентно, да, условно говоря, почти. Да, инсульт, наверное, настолько индивидуально, что даже рекомендации по реабилитации, да, кому-то подойдут рекомендации сразу начинать реабилитацию, восстановление после инсульта, да, а кому-то нужно все-таки устранить последствия инсульта, и только после этого потихоньку входить в эту программу реабилитационных мероприятий. То есть это, наверное, вот в этой ситуации всегда индивидуально с лечащим врачом должен решаться вопрос. Наверное, лечащий врач лучше видит перспективу развития событий и возможности восстановления человека. Ну да, ну поскольку вопрос сейчас был в программу о психологии, вот, кстати, тоже интересный момент, ведь зрители, которые нас смотрят, они не обязаны нас дифференцировать, различать. Хорошо бы, чтобы они нас различали, то есть медицина, я к чему, медицина настолько сейчас специализирована, то есть я врач, на моем месте сидел здесь, наверное, какой-то врач, который говорил об инфаркте, и тот, и другой врач, и по большому счету должны разбираться. Но в 21 веке мы так сильно, не только в 21, в 20 и так далее, мы так сильно разделили по делу, разделили наши специальности, где врач-кардиолог, ну, серьезный, не возьмется говорить, я не знаю, там, о хирургии, ну, потому что он меня не понимает. Ну, он знает там программу института, знает какие-то общие вещи, да, но всерьез что-то говорить о том, что делать при язвенной болезни, ну, скорее всего, он не будет. Так же, как и специалист-гастроэнтеролог скажет, ну, вы знаете, это не моя специальность, кардиохирургия или сердечно-сосудистые заболевания. Вот. А с другой стороны, наши зрители абсолютно, ну, вроде бы, не должны разделять. Вот есть врач, да, я могу задать ему какие-то, может быть, этот врач, до которого я дозвонилась, до которого я дотянулась, да, он мне говорит, слушайте, я не знаю, позвоните кому-то другому. Ну, если у нас программа о психологии, мы же можем предположить, что за этим вопросом стоит страх пережить инсульт, и, может быть, вот страх развития событий у родственников, которые сейчас вот уже в этой ситуации находятся. Может быть, мы вокруг этого можем тогда что-то рассказать? Да, спасибо. Я тоже об этом думаю, о том, что инсульт, наверное, одно из тех заболеваний, их много таких заболеваний, которые перестали быть лично заболеваниями одного человека и становятся нарушением, ну, расстройством таким, касающимся целой семьи, да. То есть это событие, произошедшее в семье, потому что в данном случае, если он произошел, этот инсульт, вопросы и родственники перед самими собой ставят, да, как общаться с этим человеком, рассказывать ему или не рассказывать о каких-то... Ну, да, как долго продлится его беспомощное состояние. Да, а нужно ли готовиться к его смерти, будет ли он соображать, ну и так далее. Масса вопросов, да. Может ли он себя обслуживать, в конце концов, да, чтобы не быть обузой для своих близких? И сам человек задает себе эти вопросы. И есть ли возможность кому-то ухаживать за ним? Ну, действительно, вопросов очень много. Вопросов очень много, вопросов, касающихся реабилитации, то есть возвращения человека в обычную, в нормальную жизнь, в профессию, в семью. Вот, и я знаю, что, может быть, не так часто, но все-таки в реабилитационных программах у пациентов, перенесших инсульт, сейчас начинают привлекаться психологи все больше. Ну, психотерапевтические группы проводят в санаториях. Психотерапевтические группы. Я знаю, у нас в Самарской области точно есть. Да, да, то есть поскольку связь между сердечно-сосудистыми расстройствами и психическим функционированием человека все больше исследуется, то есть мы не только, мы уже об этом говорили, не только биологические существа, даже когда болеем сердцем, но и, как это, да, психобиологические или психофизиологобиологические, ну, такое триединство, вот, то участие этих специалистов, которых не хватает, которых мало, это действительно так, обычно ускоряет процесс реабилитации и ускоряет, улучшает те, то общение в семье, которое, ну, может быть, нарушено, да, потому что, ну, действительно, вот эти вопросы есть. И я думаю, что вы правы, Елена, еще раз, что тревога, что произошло с нашим близким, грозит ли мне инсульт. Вот, иногда с этими вопросами люди приходят к терапевту. Иногда и молодые же приходят к этим вопросам, ну, страх инсульта. Да, приходят, и иногда это бывает, или чаще это бывает, по крайней мере, вот так, как я вспоминаю, когда кто-то рядом, ну, умер или перенес инсульт, да, работает вот эта самая внезапно берущаяся откуда-то ассоциация, что этот же человек в моем возрасте, это девушка, или это женщина, или этот мужчина, да, он моего возраста, и вот с ним случилось. И вдруг у меня возникает такая мысль, а вдруг это со мной случится, да. И иногда эта мысль становится очень крепко засевшей в голову, очень нежелающей оттуда выбираться из головы. И тогда эти мысли человек несет к специалисту, к психотерапевту, к психиатру, к психологу, в надежде, что ему с этими мыслями помогут разобраться, да, помогут избавиться, утешат и так далее. — Ну, я думаю, мы можем, Алексей, наверное, говорить, раз у нас программа о психологии, о психотерапии, что если в семье с кем-то из родственников там получился инсульт, то этой семье, возможно, не стоит пренебрегать помощью вот именно этих специалистов с приставкой «пси», потому что этот специалист может помочь семье. Чем? Вот задам вам такой вопрос, наверное, да, чтобы как-то подвести итог. — Ну, специалист может помочь семье тем, в том вопросе, как эта семья сформулирует этот вопрос. Это может прийти супруга, у которой у мужа случился инсульт, и он, и у нее есть масса вопросов. Ну, например, кто теперь будет содержать семью, каким будет ее будущее, как она сможет общаться с супругом, как ей себя вести, ну, например, рассказывать ему о каких-то неприятных событиях или не волновать его, да, потому что у него с сердцем-то, да, или там с сосудами у него есть проблема. И иногда в таких семьях возникает проблема, что близким, ну, например, супруге, некуда эти переживания, ну, не с кем делиться, да. Раньше она делилась с супругом, а теперь он, ну, чувствительный, наверное, какой-то. Врачи говорят, ему нельзя теперь переживать сильно, ему нельзя стрессы, ему нельзя нервничать, ему нельзя тревожиться. И, в общем, возникает большой вопрос. Этот путь закрыт. Какие еще вопросы могут быть, да, может прийти вся семья с вопросом о том, что вот наш пожилой родственник пережил такое, да, там возникают вопросы наследства, которые тоже связаны косвенно с психологией, отдает себе отчет или не отдает, экспертные вопросы, да, вопросы с недвижимостью, вопросы с наследством. Мы имеем в виду, может ли человек после перенесенного инсульта быть, ну, считаться дееспособным, да, для подписания... Вопросы дееспособности, вопросы вменяемости, ну, такие вопросы, возникающие на стыке юриспруденции и психологии, психиатрии возникают, да, и тоже моих коллег приглашают к этим процессам, да, или, так сказать, назначают эту экспертизу. Вот. Это могут быть сами пациенты, которые реабилитировались в течение какого-то времени, не потеряли, например, навыки речи. Мы знаем, что такое бывает, вот, и у них определенная дискоординация, ну, то есть, там есть классическая симптоматика пациента с инсультом, да, ослабление конечностей, например, да, в одной и в другой стороне. Вот. И возникают вопросы, как с этим быть, как привыкнуть к новому своему статусу. Или как обрести новые смыслы, да, мы неоднократно к теме смыслов возвращались в наших беседах. То есть, у человека была работа, да, его жизнь была наполнена событиями, он, не знаю, каждый день испытывал чувство собственной значимости, то есть, ну, то есть, я есть, я вот болезнен себе, своей семье, не знаю, своим коллегам, а теперь вот кто я, что я, да, куда я могу себя, как мне найти эти новые смыслы как раз. Да, это очень важный, очень болезненный, катастрофический вопрос для людей. И вот то, о чем, Лен, вы спрашиваете, о смыслах, возникает вот эта необходимость, она не только с инсультом, с разными болезнями и с расстройствами возникает, как эти новые переживания болезненные вписать в ткань собственной жизни. То есть, чтобы жизнь не разделилась, ну, она в любом случае разделяется на до и после, да, на до болезни и после, на до инсульта и после. Ну, как сделать так, чтобы этот слом, этот разрыв ткани вот такой жизни, ну, немножко нивелировался, что ли, да, чтобы вот эта преемственность между одной частью жизни и другой сохранилась, чтобы история продолжалась, да, и то, о чем вы говорите, чтобы ощущать важность и так далее, и так далее. То есть, тут масса вопросов, вот если говорить, с чем могут приходить. Хотя, вот, ну, это действительно так, еще раз выражу, наверное, какое-то сожаление. Я надеюсь, что ситуация будет меняться. Может быть, вот нашим сообществом профессиональным, которое все-таки функционирует в Самаре, что специалистов не хватает. И хоть вы сказали, что действительно есть, да, в санаториях работают психотерапевты, но этой работы катастрофически мало. Мало, да. Я знаю, что в кардиоцентре работали, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, надеюсь, что работают специалисты, которые так или иначе сталкиваются с этими пациентами, но поскольку сердечно-сосудистые заболевания у нас лидируют вместе с онкологией и с психическими расстройствами, кстати, да, и психические. Мы тоже об этом говорили. Да, про панические атаки мы говорили, что они выходят. Выходят, ну, целиком, с депрессиями, да, выходят на первый план. И, в общем, сердечно-сосудистые нарушения здесь тоже рядом. Поэтому мои коллеги, врачи-психотерапевты, там, психологи, знают для себя, что их вотчина, их работа – это не только нарушение психического характера, это и вот те самые другие телесные болезни, да, связанные с сердцем, с желудком и так далее, и так далее. Здесь масса своих нюансов, наверное, не буду углубляться. Вот такой, наверное, будет ответ по поводу того, много говорили про инфаркт, но вот поговорили об инсульте. А, ну, да, да. Да, теперь поговорили про инсульт. У нас не так много времени до конца программы. Вначале вы заинтриговали нас грязной тарелки, да? Грязная посуда, но она осталась. Да, может быть, я не знаю, сегодня, наверное, я тогда начну эту историю. Да, может быть, мы обрисуем, телезрители наши подумают, есть ли у них подобные в семье, да, какие-то, может быть, комментарии, вопросы появятся к следующей программе. Поэтому, может быть, как анонс такой к следующему нашему разговору по душам. Ну, в общем, да. Так вот бывает, что приходят на консультацию, на встречу люди, мужчины, женщины. Ну, в моем случае, в моей последней встрече, это была женщина, ей было где-то за 60. Она говорила о своем ребенке взрослом, которому уже за 30, который живет вместе с ними, с семьей и не моет посуду за собой. И если вы думаете, что в этом нет никакой психологической или психической проблемы, или психологических каких-то компонентов, то это не... Мы заблуждаемся. Да, ну, да, это не так, хотя, казалось бы, это бытовая проблема, и кто в трезвом уме, в трезвой памяти пойдет обсуждать с психотерапевтом эту проблему. Женщина, кажется, понимает о том, что... Понимает то, что здесь что-то не так. Что они ходят по кругу, они, я имею в виду, семья, вокруг этой грязной посуды. Но, по сути, помыть посуду – это не проблема, ее регулярно моют. Она такая, как кость в горле, и ребенок, сын не хочет мыть эту посуду. И, в общем, звучит это как... Почему я начал рассказывать эту историю? Звучит это еще и как социальный симптом. Мы можем так это обозначить, да? То есть иногда люди приходят и говорят о личных симптомах. Ну, там, бессонница, тревога, мысли какие-то, да? А это некое взаимодействие внутри семьи. А это такое... Причем такой очень устойчивый. Да, это такой семейный... Это симптом, касающийся троих или четверых, или пятерых людей. Пять людей продуцируют один симптом. Ну, ясно, что один человек не соблюдает какие-то правила общежития, отказывается мыть посуду. Но за этим много еще других вещей стоит. Например, он что-то и на работу не сильно хочет. Вот он работал в этом году, но потом его уволили, или он сам ушел, и вот уже три или четыре месяца он, в общем, не работает. А что делать? Ну, сидит там у себя в комнате, вроде бы ищет работу, не сильно выходит, или выходит, но возвращается, да? Вот. Продукты не покупает. Дома не убирает. Или там в своей квартире не убирает. И, в общем, вот так женщина приносит этот вопрос. А что мне делать? Как мне себя вести? Что-то здесь не так, вот говорит она. Вот. И что-то с сыном происходит. Вот. И наш разговор... Тут ли это вопрос, который нужно задать в этой ситуации? Что мне с этим делать? Ну, это, безусловно, главный вопрос, потому что... Мы прям подбираемся к финишу нашей программы. Да, это, безусловно, по крайней мере, это первый вопрос, который приводит человека, да? Что мне делать, чтобы посуду я перестал мыть? Вот, да? Или чтобы посуду начал за собой хотя бы мыть другой человек. Вот. Такая диспозиция. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Хочу сказать большое спасибо нашим телезрителям за активность, за звонки. Звоните ли вы из дома в городе или с дачи. Мы готовы всегда отвечать. Любые вопросы, да? Казалось бы, связанные или не связанные с психологией, но тем не менее. Да, спасибо, всего доброго. Буду мысленно общаться с Азаровым и Котельниковым. Придется. До свидания. До следующего второго года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова